Господин председатель, господа сенаторы, я очень рад, что мне судьба и обсессия подарили возможность общаться с вами. Я к вот этой проблематике, такой вселенско общей, не имею отношения, ну почти никакого, но, значит, опосредованно я бы хотел кое-что на эту тему сказать. Значит, вот по моему представлению проблемы с физикой малых размеров, значит, квантовой механики, микрочастиц и так далее, они начались на самом деле с того, что нужно было построить формализм, а единственным, как вы помните, формализмом, таким достойным уважения, был формализм механики сплошной среды от Эйлера. И дальше пошли, так сказать, операции, действия, которые фактически пытались натянуть на каркас вот хорошо разработанной идеологии аппарата и интерпретации механики сплошной среды, вот этих, значит, движений другого класса, другой пространственной размерности и пространственных размеров. И на моих глазах происходили такие события. Я по образованию океанолог, но потом занимался математикой, в том числе на матмехе учился. Но что я увидел в среде моих приятелей, друзей-физиков? Что когда я был аспирантом и работал для решения своей поставленной передовой задачи, то я и мировоззренчески, и инструментально владел тем арсеналом средств, который позволяли вот эти супернелинейные системы на Виастокса численно, как решать их, подчеркиваю, численно, так и полно формализовать как краевую задачу математической физики. В это время происходили бешеные споры ФОКа с членкором, забыл его фамилию, значит, по части описания волновых пакетов и волновой функции. Но проблема была не столько мировоззренческая на самом деле, сколько способность, подчеркиваю, способность формализма быть разрешенным. То есть, фактически искались такие формы математического описания, которые имели чистый интеграл, которые аналитически считались просто. А вот потом уже все эти интерпретационные ужасы, их полифония мнений, суждений, оценок, они почти всегда абсолютно несодержательны на самом деле. Или они до сих пор, так сказать, являются сталкивающимися понятиями, где суть проблемы заключается не в существе дела, не в процессах, не в системах отношений, сколько в возможности их формализации. Ну, это, так сказать, как бы кстати. Теперь, значит, ну, чуть позже я хочу присоединиться вот к умельцам смотреть на мир в масштабе вселенной. Да, вот я такой взгляд в костей чудо такого почти шутейского здесь выписал. Ну, а теперь, значит, вот что я получил, что я, так сказать, вот, чем я мог бы быть для вас интересен. Ну, тут у меня набор в этой статье, набор таких феноменов разной природы, совершенно разной. От солитонов, причем феноменологической интерпретации, до экономики. И это, ну, так сказать, не эклектизм, там, не то, не все, не пятое, не десятое, а просто судьба сложилась так, что, ну, во-первых, мне это очень интересно, а во-вторых, был такой курьез, когда в 2000 году я был докладчиком на круглом столе реформы мировой финансовой системы Всемирного Конгресса и итоги тысячелетия. Представляете, да? Океанолог, гидродинамик, кандидат физико-математических наук, доцент на круглом столе реформы мировой финансовой системы делает главный доклад под названием «К реформе мировой финансовой системы». Это я не для бахвальства, я просто, ну, мир так устроен, необычно, что вот возможны и такие феномены, о которых я вам сейчас рассказываю. Поэтому и круг интересов, и способность, уж как она удалась, и к оценкам в достаточно широком диапазоне. Ну, вот о солитоне. Это очень интересно. Значит, наверное, вы слышали из литературы, читали, что солитон – это волна убийцы. Есть такой, ну, распространенный такой шаблон, что это волна, которая вот ведет себя необычным образом. Это массопереносная волна, это волна не переноса формы, а переноса массы. А ее характеристики вот обладают такими свойствами, когда она становится опасным для судов, для берегов. Ну, цунами, например, цунами. Цунами – это и есть вот материализация, соответственно, солитона. Так вот, я получил поразительное явление, поразительный феномен. Как океанолог я был в море после окончания университета, и ночью в Беринговом море, во время шторма. Штормы там были всегда, постоянно. Вдруг я проснулся от оглушительного звука, ну, назовем его взрывом, потому что это звук, ну, сильнее, чем если бы выстрелила пушка большого калибра, да. Судно с высокой частотой вибрировало после вот этого оглушительного звука. А дальше, значит, мы все проснулись, естественно, потому что и вибрации, и звук никуда не деться. Ночью, в час ночи. Дальше меня вызвал капитан, значит, на палубу, и я собрал свои приборы, разметанные, значит, на палубе в свете прожектора. Ну, и все это было, так сказать, эта трагедия была как бы забыта. Ужас прошел, все, жизнь пошла дальше. Прошли годы, это случилось в 1966 году в Беринговом море. Прошли годы, почти 20 лет, 19. Я был в командировке на Итурупе, и перед нырянием, там, холодная вода, был в костюме, в гидрокостюме, смотрел на красивый фронт волны, который бежит над плато таким каменным, небольшой глубины, метра полтора самая большая, такой ровная, ровная, барашка, разрушающийся фронт ветровой волны, вот тут качается одна, ну, как обычно, как мы все видим с берега, откуда бы ни, да? И вдруг, и вдруг, от меня, из противоположного конца этого плато, оно не широкое, метров 400, может быть, навстречу друг другу, по вершине вот этой, ну, с малым барашком, ну, то есть слегка разрушающейся ветровой волны, да? Ну, она просто фиксируется зрительно, видите, барашки. Вот этой волны, которая стандартного вида ветровая, по вершине этого фронта, навстречу друг другу, побежали волны обрушения. И, ну, почти посредине встретились, всплеск, и все, разрушились, и все, дальше стало катиться, так сказать, все как надо. И я это рассказываю для того, чтобы, теперь вспоминая 19-летнюю давность, в то время, я понял, что, вот мы были атакованы цунами именно этой природы. Не тот цунами, который, так сказать, вот по Анкаре и прочие люди, Анри по Анкаре занимался с элитонами когда-то, и предшествовал вот этой специальной теории относительно, и Эйнштейн фактически у него позаимствовал эти групповые преобразования. Значит, так вот, всегда, ну, считалось, писалось, что это вариант ветровой волны по фронту распространения, подчеркиваю, по фронту, это так же, как ветровая волна, но она становится массопереносной, поэтому у нее другая, соответственно, кинетическая энергия, да, а кроме того, она может, как угодно, резонировать там, в океане обрушаться, возвышаться там, складываться, ну, понятно. И вот этот тип волны и назывался войной убийцей, потому что они, эти типы волны, регистрировались. Хочу заметить, что судно устроено так, что даже на такие гиперволны оно все же может забраться и проехать, как поплавок. Ну, я в океане проживал такие волны гигантские, что кажется, ну, что, сейчас утопит. Нет, оно забирается и с горочки поехал. Так вот, я рассказываю про тот тип цунами, который, фронт распространения которого под 90 градусов, ну, так, как я вам рассказывал, под 90 градусов к фронту ветровой волны. То есть, он по вершине ветровой волны бежит, по вершине ветровой волны, волны, вот этого фронта волны. Он бежит по этой вершине, удовлетворяя, кстати, принципу механики на меньшего действия. Там трение самое хорошее, да, самое маленькое. И покрывает судно с борта, с борта, оно не защищено, оно не... Там нет этого поплавкового эффекта, оно просто отсутствует. И вот он накрывает его целиком, этот борт. А борт, у нас фальшборт был на высоте полтора метра. Ну, рыбацкое судно с РТМ, он совсем низенький. Но даже для больших судов важно, что борт не защищен. Только для гигантских судов эта волна может... А для судов среднего класса вот такая волна обрушения она может совершить это чудо. То есть волна убийца, вот я это вам говорю сейчас специально, это не та волна, о которой принято писать и говорить. Это волна совсем другого, другой природы, другой... Я, как океанолог и гидродинамик, я защищал диссертацию при гидродинамике, да, но я не знаю ее природу, ничего не могу сказать, кроме вот этой феноменологии. Ну, это интересно, само по себе это явление очень интересно. Теперь, сколько времени у меня? Может быть, уже пару сюда? Еще есть, да? Ну, и, значит, вот у меня уже теперь по отношению к вашим интересам физики всегда меня волновал вот этот вопрос, этот дуализм, волна-частица. Я, как человек, который, ну, не имею никакого образования по физике, кроме самого общевузовского, меня это всегда очень смущало, огорчало, и я, скажу, даже раздражало, да, вот, и меня еще огорчало, что кроме Бора никто не пытается, даже не делает попытки, ну, так, по моему знанию, может быть, я ошибаюсь, продвинуться по пути создания модели атома, вот просто модели, механической модели атома, значит, вот ядро, а вокруг ядра, там, вертится электроны, ну, там, на рисуночках нарисованы, эллиптические, там, траектории, потом, там, море интерпретаций, что они еще имеют, и такой спины, сякой спины, там, и это облако, и всякое разное, но, но, как бы не были подробно расписаны вот эти композиции электрона с протоном и нейтроном, надо все же попытаться ответить, как такая система пребывает в состоянии динамической устойчивости, вот как она умудряется пребывать, легко, да? Ну, хорошо, ну, вы знаете, я не знаю, вот, тогда я придумал, вот, вы говорите, там, торсионные поля, тогда я придумал такую детскую наивную модель, опубликовал ее в Пратоме, ну, это, так сказать, выдумка, дитя природы, я в данном случае просто чистое дитя природы, что электрон вращается по траектории Тора, вот так, как я показываю пальцем, да? Почему траектория Тора? Да потому, что он при приближении к притягивающему его протону должен проскочить эту точку с минимальным расстоянием, чтобы не упасть, вот этот уход наверх, и наоборот, когда он достигает максимального удаления, чтобы не удалиться, не уйти с орбиты в варианте притяжения, и поэтому вот такое вращение, ну, и кроме того, компенсация еще с энергией, да, 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 нет, ну, это вам так кажется одно и то же, на самом деле это не одно и то же, вот, это совсем не одно и то же, по механике, просто ничего похожего, нет еще, я бы заметил, ну вот, и это бог с ним, теперь, значит, вот, пожалуй, сюда, значит, я решил пофантазировать, вот, продвинуться, уподобившись нашим великим, вот, господину, Макееву Александру Константиновичу и Чилибанову Константиновичу, так сказать, как-то прислониться к вселенной, да, вот есть такой этюд, детский, подчеркиваю, детский этюд, как нам с вами известно, как нам с вами известно, хорошо известно, значит, Ломачевский отменил пятый постулат Эвклидов, пересечения, не пересечения параллельных, сказав, что на бесконечности они пересекаются, вот таким образом ввел, как бы, понятие сферы, как элемента геометрии на бесконечности, да, ну, сфера с большим радиусом, и вот, и тут, вот такая чисто детская композиция, подчеркиваю, она школьная, в чем ее суть и интерес, может быть, несмотря на сверхпростату, значит, если мы на каком-то, пространственном, пространственном элементе, пространственном элементе Вселенной, хотим предложить сферическое пространство, да, то есть, как бы, говорить о том, что вот возникает сфера, на бесконечности может быть сфера, тогда мы теряем с вами, то есть, тогда вот в теоретиканорсовом смысле, наши объекты не принадлежат вот этим угловым точкам, да, просто сфера, да, сфера, мы сказали, что сфера, тогда вот этот континуальный отрезок бесконечности, который, так сказать, мы, так сказать, превращаем постулитивно в сферу, ну, в данном случае, в круг, вот эти куски выпадают, да, из этого представления, ну, можно оценить по известным вам до боли формулой, из школы, там, не знаю, какого класса, да, это диаметр, диаметр, диаметр вот этой окружности, диаметр окружности, ну, или этого круга, а это площадь круга, площадь круга, и площадь квадрата, ну, площадь круга, пи-дэ квадрат на четыре, площадь квадрата, и дэ квадрата. Тогда разница между ними и устраняет вот эти штуки, да, то есть, наш объект уже помещен в сферу с радиусом бесконечность, и тогда мы ошибаемся по местоположению в пространстве Вселенной вот на эту величину, ну, это очевидно, я, это, как бы, не следует это обсуждать, потому что это понятно коту. А дальше, а вот дальше такой штрих к портрету. Итак, мы оказались в сфере, но, а дальше в сфере мы хотим производить какие-то измерения. Все это галактики, метагалактики, бесконечности. Мы производим там измерения, но мы производим измерения с помощью линейных измерительных систем, я имею в виду лучей, не их устройства, а их организации. А саму линейку. Сама линейка у нас, ну, отрезок прямой, разумеется, да, ограничен с одной стороны. Вот. Лучше. И тогда, если мы, значит, вот уже в этом пространстве находимся, круг, а измеряем линейкой метр прямой, ну, тогда нужно еще раз писать уже квадрат метрический, тождественный способу измерения, линейному, да, и мы получаем итоговую оценку, что мы по площади принадлежность имеем 0,57, а в линейном представлении 0,76. То есть, мы ошибаемся по местоположению пространства, если постулируем эту композицию понятий, вот на эту величину. Ну, это такая забавность, там, в ней ничего нет, кроме, ну, такой, некоторой забавности, да, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вот, и, значит, 5 минут есть. Уже все, время. Минут 5 есть еще. А, ну, давайте тогда, давайте идем. Выводы. Ну, а насущным-то все-таки а насущным, да, а вот о насущном, да, я же не сказал насущным. И я, ну, тогда уже время пропадает. Значит, я был вот этим самым докладчиком на круглом столе реформы РФ и финансовой системы. И я несу обязательства, потому что сборник вышел. Он там лежит на столе. Сборник вот этого Конгресса, Всемирного Конгресса в итоге тысячелетия, который проходил в Санкт-Петербурге в 2000 году в Таврическом дворце, он вышел. И я был там докладчиком, а этот доклад опубликован. Так вот, как бы отдавая долг экономической части моей жизни, я хочу, и как-то сопрягаясь с вашими интересами, я хочу предложить вот такую простоту. Значит, сейчас ведутся долгие и не очень конструктивные споры о том, как вводить эквиваленты обмена валют, валют, как там введены какие-то нелепые индексы, ну, бред, как обычно, мошенники там живут, поэтому они заинтересованы, мошенники заинтересованы в плохо упорядоченных системах, по крайней мере, их описание. А я предлагаю вот этот эквивалент обмена сделать двухпараметрическим по смыслу, по сути. Один параметр должен отвечать за долю, вашу долю во внешнеэкономической деятельности, долю страны во внешнеэкономической деятельности, а второй параметр это ваши долги перед мировым сообществом. И вот эту двухпараметрическую систему, которую элементарно, разумеется, записывать, предельно просто, записывается, ее можно ввести в качестве эквивалента валютного обмена. Она будет стимулировать снятие долга, его устранение, то есть страна будет заинтересована, она не может, не сможет, как Соединенные Штаты, иметь долг больше ВВП крат раз. Кстати, Норвегия, одна из самых процветающих стран, оказывается, является одним из самых выдающихся должников, чуть ли не старше Соединенных Штатов. Я вину соотношения. Поэтому вот это следует сделать, это следует ввести. Вводится это предельно просто, я не буду занимать время, потому что предельно просто вводится, с совершенно элементарным линейным соотношением. и второй момент, это управлять экономикой. Можно тоже квазилинерной системой приоритетов, которая дает возможность в условиях мониторинга сделать это легко и непринужденно. Все, спасибо за внимание. Я хочу сам задать. Вы хотите обрушить экономику? Да, она обрушится автоматически. Это все произойдет без воли участников. Вопрос. По этому рисуночку, это вообще, конечно, замечательное недопонимание у всех. Но не физик, не физик, товарищ. Делайте скидку. На которой параллельно прямые или расходятся поверхности. Поэтому, когда вы рисуете поверхность, вы должны вводить две кривесные. Мне нравится, вы говорите о непонимании. Да это проекция поверхности, плоская поверхность. А если вы считаете с условиями кривесные, вы ничего этого не понимаете. Самое-то главное, метр ведет как длина дуги парижского меридиана. Он кривой. Вы полная чепуха, вы знаете. Метр ведет как длина дуги парижского меридиана. Можно это записать в трехмерном варианте. Четыре трети ПРКУ. Вопросы, будьте добры, вопросы по существу. Это дискуссия. Делайте скидку, не физик. Вы думали, еще не хватает космологического коэффициента прироста количества материи. Тогда, поскольку любой измерения протяженного времени. Никакого роста нет. Нет, я не предполагал, что... Но вы можете это отрицать. Но любой... Я не хотел его учитывать. протяженного времени. Поэтому пока вы измеряете, увеличивается объем. И поэтому с каждым измерением следующим... нет. Вы будете измерять больше... Нет, еще раз нет. Нет, еще раз нет. Значит, я хочу заметить, что вот вы все занимаетесь такими гиберабстракциями, но не совсем имея для этого... Мне нравится ваша система рассуждений. Очень нравится. но она, так сказать, стоит на вашей вере как и религия. Понимаете? А в постоянной храме? На религии. Она стоит на... Да ой, елки-то. Да нету никаких постоянных. Я хочу вас заметить, что нету постоянных, вот почему. И вот это меня поражает. Не надо смеяться. Сейчас объясню, почему нет постоянных. То есть их нет в природе, во Вселенной нет постоянных. В каком смысле нет? Они все плавающие. Потому что мы с вами перемещаем из одной точки гипергравитационного пространства в другую. И когда перемещаемся из одной точки в другую, меняются все мировые константы. Ой, елки-палки. Костите на величину остается одной тоже. Дискуссии, дискуссии. У нас времени нет. Будьте добры. Вопросы. У меня нет к вам вопросов. У вас может быть весел, а у меня нет. У меня к вам вопросы. Вопросы, касающиеся орбиты электроны. Если это движение по тору в виде такой пружинки, правильно ли я понимаю, что энергетические уровни это торы, вложенные друг в друга, они касаются друг друга? Тогда нет никаких скачков, разрывов. А есть переход непрерывный. Если бы они касались эта система была бы динамически неустойчивой. Нет, там не нужно никаких конфликтов с траекториями. С траекториями конфликтов не должно быть. Потому что если будут конфликты, она будет неустойчивой. Это мы хорошо понимаем. Как механическая система, как ее эквивалент. Это другая тема. Вы все время перескакиваете с одной темы на другую. Еще вопросы. Еще вопросы. не замечаете. Ладно, все, ребята, спасибо большое. Спасибо.